Всех приветствую на своем канале. Видос для тех, кто как бы хочет в гости к Лёле, но по какой-то причине не может побывать. Ну а так как у меня тут уже было как минимум, как максимум, два подписчика женского пола, Ира и Таня, то как-то еще и запрос был. Я решила таки обозреть староновое бытие. Если у вас есть кот или кошка, то вам возможно не повезло так же, как и мне. Вон там, смотрите, обойки оборванные. Это вот если вы ко мне вошли. Вот вы ко мне вошли, и вам сразу приспичило пойти на кухню. Ну мало ли, может вам пить охота, есть там еще чего-нибудь. Вот тут справа по борту, точнее слева, вот где рука, это у нас шкафы. Я подозреваю, что во всем доме такие шкафы. Ну, кто их, конечно, не снес раньше времени. Так как у нас есть кот, то это чертово животное не только обои обдирает, но еще и двери. Да, вот у меня тут культка. Культка розовая с прошлой работы. И куртка не совсем. Точнее, совсем не розовая и совсем не с работы. И типа этот, такая теплая. Тут у нас дверца открыта, как бы туалет. Но вам же, гости дорогие, в сортир-то не надо сразу, да? Вы только приперлись же. Вы же культурные люди, не в туалет зашли сюда, а в гости. То в туалет я вам не поведу. Там у нас кот в туалет ходит. Тут у нас ванна. Кому интересно, загуглят iVForever что-то там с ванной. И засмотрят. Оно, наверное, такое или с кучей дизлайков, или с кучей комментов. Или с тем и с другим. Ванна практически не изменилась. Руки у меня до нее так и не дошли. Хотя были идеи. Тут у нас импровизированная типа полочка. Вообще, это доисторическая стиральная машина, которую как-то кто-то хотел купить, но что-то так и не доехал. И что-то так она никуда не удевалась. Магнит, ты на холодильнике есть. Какой-то отдельный видос на глубине сибирских руд моего канала. Где кто-то там сидит. Не будем говорить, что делают. Вот тут кухня такая. Там у меня фондюшка с остатками шоколада топится. Точнее, остатки шоколада в фондюшке топятся. Кухня, которую часто видят в роликах, если я снимаю на кухне, ем на кухне или готовлю на кухне. Так что, в принципе, тут особо ничего нового-то нет на кухне, помимо вот этой скатерки. Я специально сегодня убралась для тех любителей, которые любят поорать, что у меня тут черти-чо. Видимо, они черти-чо никогда не видели. Вот у меня там чай на полочках. Фигня с часами, которую дед делал. Потом картинка с янтарем. Когда-то кто-то мне подарил полочка под цветы. Правда, там только один цветок. Ягодки, которые вязала моя подружка. Черти сколько лет уже. Вот я их пытаюсь как-то показать, но как-то не получаться. Занавеску. Как он там, этот, дерево лавровое в самом расцвете сил, кому надо, приезжайте, отрежу, посадите. Часть покупки, которую я сегодня уже обозрела, микроволновка, стол, плята. Это самое, как ее раковина. Я как раз только-только закончила мыть посуду. Так сказать, местечко, где мой котик хавает. Вот ему больше повезло, чем другому котику. Самый первый мой котик хавал в туалете. А этот в туалете и остальные кошки именно в туалет ходят. Ну, какие-то кошки, которые выходили на улицу в туалет, не ходили в туалете. Вот мы с вами поторчали у меня тут, да. Я вообще не представляю, как я первый веселый видос такого типа снимала. Магнит вообще. Хоть одним местом ешь. Я хотя уже не покупаю их давно, но как-то... Тут вон зеркало. Возможно, видно в зеркало мою юбку. Жалко, у штатива не бывает колесиков. А тут так бы поставил и покатыл. Кстати, часы на стенке еще Марусю дарили там в честь этого... Ветеран труда она, короче, была. В честь войны вот этой самой. Точнее, победы в этой войне. Вот все еще те же самые голубые батареи, потому что когда-то у нас был ремонт в 2010 году. И кое-кто куда-то заныкал белую краску и решил покрасить синей краской. В два слоя. Ну вот, дизайн такой. Что ли? У меня, кстати, теперь тут коврик на полу. Прямо умри все живое, особенно те, кто бомбит от ковров. Тут были на дне ковры, ребята. Как вы будете это смотреть? Без понятия. Вот только сегодня постелила. Вообще собиралась несколько дней. Вышивка. Ну, по-моему, вот это вышивка моего папашки и бабушки. Как-то так. Там видно, вот, видно, видно. Там специально оставила пару носков. Одни теплые, другие очень теплые. Одни одна подружка дарила, другие другая. И, по-моему, там это, кто ли, на, вот все на дыре как-то. Та стопка на окне, это у меня тупо остатки были роскоши бумаги для принтера. Принтера уже нема. Запродала кому-то. По-символически. Тут у меня цветочки. Фикус мой. В нем этот самый молочай, которого какой-то зарытель у меня очень боится. Еще три молоча. И вообще, между молочаями вырез какой-то маленький цветочки. Не знаю, получится сейчас показать или нет. Я подозреваю, я какую-то цитрусовую косточку туда заныкала. Наверное, не видно. Ну, вот. Я ее пальцем трогаю, но вы не видите. Маленькая, короче, какая-то. И это вот у меня цветок. Не помню название вообще, в упор не знаю. Маша мне его когда-то задарила, он у меня цвел. Цвел, цвел. И сейчас практически отсвел. Что-то я как-то не так наклоняю, наверное, его на водку. Вот цветок. Тур-де-рум, блин. Что-то у меня тут застряли палки от штаты вам. Тут вот у меня эти обезьянки, кстати. По-моему, слайд ин зе боксы. Специально для этих самых... Ну, короче, занавеск. Сейчас покажу. Вон там Тоби Саммит в рамочке. Рисовала, естественно, Лёля. Две обезьянки. Одну племяш из носка ваял, по-моему, в детском саду еще. Другую я вроде на каком-то китайском сайте заказывала. Она есть в этих, в обзорах обезьян. Вот тут полочка ваял дедушка когда-то под книжки. Та финская хренатень с Дедоморозом. В каком-то стриме показывала. Фигня ловец снов Маш подарила. Вот эта фиговина, по-моему, под иголки мне подарили в Данка, когда я там с какими-то своими типа стихами мероприятия вела имени себя. По приглашению обезьянки. Сова, Сова, Сова с Кижей есть. Вот одна, которая рядом с белой обезьянкой. Вышивка. Это мне моя подруга детства дарила. Лет на 15, наверное. Кошечка, которую я покупала для несостоявшегося бойфренда. Ну, так она это. Типа он как бы любил кошечек. Если я верить ему. Ракушка, которую мне Наталья из Германии присылала года два с лишним, наверное, уже назад. Музыкальная шкатулка. Тут даже, наверное, частично меня видно, потому что она зеркальная. Это вот эта вот. Это как её там, блин, забыла. Вазочка. Индульгенция, если правильно вспомнила, в Раквере мне её продали за пару евро. Бумажка о том, что я букашка когда-то выступала на каком-то одном из очередном фестиваля стихов логарифмы. Да-да, ковёр, ковёр. Да, вот мы сейчас с вами подошли к окну, встали спиной. Люди. Я думаю, не обязательно подносить фотик к каждой блохе в этой хате, да? Если надо, вы там гляньте, загуглите Ivo Forever Tour Room или чё-то в этом роде у меня на канале. И увидите тот предыдущий. Да, вон ту картину. Вон ту картину. Рисовала моя подруга Саша Житова, которая в Калининграде живёт сейчас. В Кёнигсберге. А лошадку рисовала я. А это у нас рабочий мой, типа, компьютерный стол. Сейчас я опущу немножко штатив, и вы увидите системник, наверное. Который я, конечно, не обозревала в своё время. В силу дурной приметы. Ну, может, такой и нет? Вот этот ковёр, и ещё ковёр, и пледик. И там видно немножко халатика за дверцей. И полочку под вот эту вот, вон полочка. Это было изначально под аквариум, её делал дед. Так же, как вот эту стенку. Сейчас мы это опустим. Ну, а шкаф уже при моём рождении был. Который за стенкой. Или стеллажом, как он там. Да, вон та красная белая коробочка. Это вот как раз, да, кстати, вот девочка, если она меня ещё смотрит. Ей должно быть очень приятно. Потому что обезьянку рисовала Катя Гриднева. Кажется, так. И ещё там в сердечке написано что-то, I will forever, Лёля, или как-то типа того. Кусок календаря под календарём, это типа, я рисовала. Но то, что календарь, это у меня девчонки из Риги и Лондона присылали, сёстры. Соня и Несса мне присылали, в общем. И я что-то не купила календаря, а сзади вот этого календаря был ещё календарь такой краткий на этот самый год. Ну и, в общем, здесь у меня бабочки. Ещё есть одна бабочка. Это бабочки, чуть не сказала, из Наташи. От Наташи из СССР, которая иногда у меня в стримах бывает. Тут фотки. Моя маман со товарищей. Моя подружка, я с маман. Эти самые, я не знаю, картины, не картины, но они висят, сколько я себя помню. То, что вязано, это мне моя подружка вязалась, которая, она из Москвы, культуролог, древненькая такая, мы с ней бумажной почтой переписываемся, я траву у неё собираю. Ну, в смысле, всякие растения, потому что экологически чистый район. Всякие обезьянки. Вот та красная фигня Владу должно быть приятно. Это, по-моему, в первой посылке от Влада было. Вон та самая красная фигня. Вот она, китайская красная фигня. Я вот специально хочу показать людям коврик. Ой, я пока шла юбкой, скину эту самую салфеточку. В общем, тут у нас беленький нетбук. С обезьянкой. На нём сидит как раз обезьянка из этого, которую мне Ира подарила, которая тут у меня была. Первый подписчик, который был у Лёля в гостях в прошлом году. Мышка из Мышкина. Кому-то привозила в роли сувенира, но что-то так и не успела задарить. Могу кому-нибудь задарить, если кому надо. Коробочка, в которой лежат что-то такое шуршащее для СМР. Приспособила это мне. Что-то в ней присылала, точнее, её, помимо прочего, присылала. Лена, которая Минск-Москва. Там обезьяны были, книжки всякие. Маски и набор, там, по-моему, две штуки осталось. Это как раз от Влада. Тот, который меня стабильно троллит в шуточном виде в стримах. По-моему, и не только меня троллит. Тут всякая мелкая хренатень. Я её когда-то обозревала. Ещё я помню, что обещала обозреть этих самых киндеров коллекцию. Обозрю как-нибудь. Там пара фоток меня. На красном фоне, по-моему, я в пятом классе. Вон там это я с кошкой, которую звали Чернина. Кто читал Инферносферат или типа того, то может как бы вспомнить такое погоняло кошачье. Тут у меня есть, покупала он-то белая фигня для планшета, но чё-то он у меня как-то, в общем, не пошло оно. Не зажили они вместе. Пыталась на Авито я её продать, но чё-то никому видать не надо, эта фигня. И вообще, когда я иногда хожу с подругой и её бойфрендом, то обязательно куплю какую-нибудь фигню, которую мне совершенно не надо, потому что они вдвоём напереполую будут мне на мозги капать, что мне это надо купить. Вот тут вот тут всякая такая фигня. А, я же вам обещала показать, чё у меня там это, типа виндобук. А виндобук-то не видно, только белая такая коробочка с этой стороны. Ну, я потом его обозрю. Виндобук, виндобук, там всякий такой небольшой бардак. Диски, которые я когда-нибудь обозрю и выложу на Авито, отдам даром или типа того. Или, может, кому тоже задарю. Ну, и, в общем, из моей комнаты мы заходим в комнату, типа, в детстве мы её называли большая, в моём детстве. Не знаю почему, наверное, потому что она большая. Из перестановки полочка, для тех, кто смотрел, они должны были опознать, для тех, кто смотрел первый видос Тура Хома или как-то так, Хома Тура. Полочка вон-то с чаем, она переехала из моей комнаты в эту комнату. Я тут специально ведь действительно зажигала. Наверное, надо было люстры показать, но что-то я забыла. В общем, у меня тут занавески, которые ещё маман моя шила, кстати. Там ещё такая фигня, поверху была жёлтая, но её так где можно одевать? То есть, не, маман-то, может быть, одела, а вот я-то как-то уже не моге. Вон та, с жёлтой тряпочкой хренотень, раньше на ней телевизор стоял. Ковёр. О, люди, уже снитесь, вы видите очередной ковёр. Это для тех, кто боится ковров. И говорит в каментах, сними ковёр, сними, сними. Наверное, их в детстве коврами попугали. Ну, мало ли, там ковры душили, зажирали ковры. Обезьянки. Вон там, по-моему, габелинчик или типа того, я его привезла из какого-то очередного своего путешествия, фиг знает когда. Там вон палка, видно эту палку, за фигнёй от пылесоса, за общей с пылесосом. Вот та самая палка в уголку. У меня кто-то в каментах когда-то прыгал, типа, что это за палка, так вот, для особо тупых, обделённых мозгом, этой палкой, там на ней такая металлическая хренатень, как раз надо было как-то подправлять верхнюю часть занавески. Или как-то занавеской управляться, ну, типа того. Вот тут у нас на столе розы, бумажки, которые я разбираю, коробочка из-под планшета, которая обычный планшет, обезьянки. Кстати, кота что-то не наблюдаю, куда-то заныкался. Ну, тут тоже всякое такое барахло, которое я как бы разбираю, и как бы его кое-кто должен забрать, но что-то всё никак не заберёт. Там он рамочки, частично с фотками меня. Фиговину эту тоже где-то делал, типа табуретка такая, двухъярусная. Вот, сейчас будет сервант. Вот бабуся бы моя, наверное, офигела, потому что сейчас у меня в серванте, на серванте, я думаю, вам не надо объяснять особо, что это. Это всякие травы в основе. Там он, две эти коробочки, большая и маленькая, это вот фигня под чайник, и стеклянный чайник сам, в котором надо варить вот это всё. Да, вот ужаснитесь просто, ужаснитесь. Всякие разные травки. В мешочках, в коробочках, в пакетиках бумажненьких. У кого, блин, вообще сервант предназначен, ну, кто-нибудь ползёт сервант в роли вот этого скопления чая. Или только я. Ну да, вот низ серванта, наверное, надо показать. Низ серванта. Там пакет. И видно, наверное, коробку под этим самым, под креслом. Это всё очередные мои какие-то бумаги, которые я всё никак не разберу. Полочка с чаями. Ну, я думаю, вас не обязательно пугать, вы уже испугались этих чаёв. Вон там, то, что когда-то было стеллажом домашней библиотеки, то ли АСМР у меня такой был, то ли ещё что-то. Теперь книжки только здесь. В тех вон ящичках, точнее, дверцах, там уже пустя. Помогла подружка разобраться. Спасибо ей. И сейчас мы пойдём в комнату, которая когда-то обозрелась совсем частично. Потому что мне казалось, что как-то неправильно обозревать комнату, когда бабуся лежит в больничке. Но бабуси у нас теперь уже нету. Как бы так сказать. И я год с лишним боялась здесь сделать приличное что-то. А потом мне торкнуло в голову, что я как бы здесь живу одна. И как бы, почему бы и нет, не сделать так, как хочется мне. Я сделала так, как хочется мне. И вот, теперь вы можете увидеть так, как хочется мне, как я это сделала. тут у нас обезьянки. Тут у нас пианинка с обезьянками. То самое пианинка. Фантазия 2. С тремя пианинка. На котором мне играет подружка. Да, вот эта фигня, если вы вдруг не в курсе, вон такая вот плоская. Это обогреватель. Что-то я его очень редко юзаю. Там у нас это фигня, на которой все сохнет. Ну, сушилка. Тут у нас креслица. Там у нас типа такой импровизированный диван. Не до ковер. Тут у меня кот иногда дрыхнет. Вообще, коробочка из-под углы. Обезьянки. Обезьянки. Обезьянки, обезьянки, обезьянки. Наверное, видно меня фонарем, отражением. Там вон кактус есть. Очередной молочай. Ой, тише. Слона-то я и не приметила. Вот прям сам черт велел тебя сейчас заснять. Тиша. Домик переносной для Тиши. Шапочка, когда я забирала котеночка, думая, что это совсем маленький котеночек, а не 3,5 месяца, ибо в объявлении в газете висело 2 с лишним месяца, то мне дали вот такую шапочку добрые родственники, а он в шапочку-то ни хрена и не влез. Но он заиграет с этой шапочкой. Там фигня такая с магазина осталась. Отпаливатель и отбеливатель, хрен его знает. Еще одна обезьянка. Сейчас покажу вам еще одну обезьянку. Еще одна обезьянка. Тут вон какая-то картина времен Маруси. Шкафик. Ирка, если меня все еще смотрит вдруг, то ей должно быть приятно, потому что ее цветок в розовом горшке все еще живой. Свечка от Наташи из Кимр, если имя не перепутала, то я умею путать имена. Но я думаю, вы у меня тут погасили хорошенького типа понемножку. Я думаю, что можно вполне уже вас выпроваживать. все мы тут посмотрели. Вот у нас тут типа выход. Всем спасибо. Кто заинтересовался, welcome to hell. С меня чай. С вас к чаю. Всем пока.